Всем привет, с вами Жора и сейчас мы будем готовить с вами картошку фри из настоящей картошки. Картошка у нас получится очень вкусная, такая же как в Макдональдсе или в Бургер Кинге или в КФС. Берем картошку, сколько нам надо картошку, грязную картошку кладем вот так вот на диван. Так, ну я думаю столько хватит. Теперь берем и чистим ее, у меня для этого есть такая вот штука, вот такая штука. Берем и чистим картошку. Почему я не мою картошку изначально, то есть вот такая вот грязная, почему я ее не мою? Потому что когда мы почистим картофелины все, они будут такие, они будут грязные, их придется по второму разу мыть. Но мы-то с вами люди рациональные и будем мыть картошку всего лишь один раз. Когда мы ее почистили и вот все, один раз. На самом деле я очень люблю готовить картошку, я люблю жарить, люблю варить, люблю делать всякое пюре. И сейчас я поделюсь своим рецептом приготовления картошки фри на сковороде. Ура, у нас осталась последняя картошка и мы наконец-то приступим к готовке. После того, как мы почистили с вами нашу картошку, мы берем ее и кладем вот значит вот в такое вот приспособление, называемое, ну такая штука короче. Вот, теперь мы кладем ее в раковину и моем. Очень удобно делать это одной рукой, я все время одной рукой вот так вот мою картошку. Вы не подумайте, что я просто камеру сейчас вот так вот держу и мою одной рукой. На самом деле я промываю так все время одной рукой. Итак, все. Картошку мы помыли, теперь чистим ее и все, и жарим. Сейчас я покажу вам, как ее чистить. Итак, вот у нас с вами доска и картошка. Как я чищу картошку? Разрезаем вот так вот напополам. Кладем, значит. И половинки отрезаем примерно, ну как картошка фри вот в Макдональдсе или в КФС или в Бургер Кинге. Ну, в общем, и примерно отрезаем такими ломтиками. А конечный вот у нас получается вот такой. Что мы с ним делаем? Мы кладем его вот так вот и разрезаем уже где пирамидка. Вот так вот, чтобы у нас получились как бы две дольки таких от яблока. Ну, и примерно режем. Такие вот большие кусочки мы делим еще на два. Вот. И получаются у нас такие вот ломтики. Может показаться, что они слишком толстые, слишком большие, но на самом деле они зажарятся и станут меньше. Так что не боимся делать их большими. Если кусочек картошки получается каким-то непонятным, то можно его разрезать вот так вот. Ну, в общем, такие ломтики у нас получаются. Я заканчиваю дорезать последнюю картошку и будем жарить. Так, ну и что? И что? Один разрез и картошка готова. Ура! Теперь включаем нашу плиту на полную. Ставим сковородку и подготавливаем ингредиенты. Соль. Нам понадобится много соли. Растительное масло. Какое оно там? Дезодорированное. Рафинированное. Дезодорированное. Ну, короче, самое обычное масло, на котором все можно жарить. Не пахучее, вот, ну, обычное масло. Можно и пахучее, но главное, чтобы рафинированное, дезодорированное. Вот. Берем такую лопатку, чтобы нам было удобно картошку переворачивать. Ну, и вот эта штука для того, чтобы мы картошку так, хоп, почерпывали и клали уже на тарелку. Ждем пока сковородка раскалится. Так, масло мы должны залить, чтобы у нас картофелина наполовину была в масле. Наполовину. Примерно вот так вот. Не полностью, чтобы в масле была. Вот наполовину. Ну, сейчас посмотрим с вами. Так, ну, сковородка у нас уже, в принципе, разогрелась. Теперь льем масло. Не жалеем, прям не жалеем. Не жалеем, ну, я и сказал. Вот столько хватит. Даже можно еще чуть-чуть. Вот столько. Ждем пока масло теперь нагреется и будем закидывать картошку нашу порционно. Вот эту часть разделим примерно на три. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы картошки, картофелинки у нас не сваривались, не варились. Она у нас получится хрустящей тогда и вкусной. А если мы закинем сейчас все это на сковородку, то они у нас варятся и будут квашней. Нам это не надо. Ну, вот эти три порции примерно так разделили. И будем по порции закидывать на сковороду и жарить их. Между людей вообще очень развита такая штука, что мы вот так вот делаем. Вот так вот кидаем ее на таком вот расстоянии. Кидаем и отбегаем, чтобы она нас, не дай бог, не ошпарила вот это масло. Как делаю я. И никогда я не ошпариваюсь, она на меня не брызжет. Мы аккуратненько кладем вот так вот картошку. Аккуратненько, нежно. Тогда на нас ничего не будет шкварчать, ничего не будет на нас отлетать. Вот так вот медленно можно по одной выкладывать. Можно выкладывать по несколько вот так вот. Главное просто не бойтесь масла. Серьезно. Ничего у вас не будет отлетать. Ну и выкладываем вот так вот, чтобы у нас между ломтиками было достаточно места, чтобы масло испарялось, а картошка прожаривалась, а не варилась. Примерно так выглядит наша первая порция. У нас осталось еще две. Их мы закинем потом. Наша картошка должна схватиться. То есть сейчас мы ее не трогаем. Две-три минуты она вот так вот пошипеть, пошкварчать должна. И потом мы ее уже переворачиваем. И ждем, пока она поджарится с другой стороны. А потом будем ее перемешивать, вот так вот перемешивать, мешать, перемешивать до полного приготовления. Итак, наша картошечка уже с одной стороны поджарилась. Теперь берем соль. Примерно пол столовой ложки. Ну, примерно вот так соли. И сыпьем. Перемешиваем. Вас не должно пугать вот столько много соли. Это как бы нормально. Вот. Мы положили столько соли, и она нам прожарит всю нашу картошку. Все порции. Мы картошку так вот поваляли, а теперь распределяем ее по сковородке. Чтобы у нас все равномерно прожаривалось. Картошку мы постоянно перемешиваем. Первый раз у нас первая часть подсушилась, подгорела, загорела. Второй раз мы переворачиваем, ждем минуту, а последующие разы уже перемешиваем. Перемешиваем, оставляем секунд на 10. И снова перемешиваем. Примерно такие шаги. В принципе, картошка у меня уже готова. Как же я это узнаю? Во-первых, я ее двигаю, и ощущение такое, что это, как бы вам сказать, сверху у нас корочка, а внутри у нас мягкая картошечка, мягкая пюрешка. Как же полностью на 100% удостовериться, что у нас картошка приготовлена? Для этого берем вилку и протыкаем любую. Протыкаем. Должно быть примерно так. Мы готовим картошку 3, поэтому у нас сверху должна быть корочка, а внутри должно быть мягкая. Вот так вот примерно. Все, у нас вся картошка готова. Можно ее складывать на тарелочку. Как я это делаю? Берем вот такую штучку. Не знаю, по-моему, это какое-то сито или сито. Ну, сито по-другому, конечно, выглядит. Ну, в общем, это моя штучка, которая помогает вылавливать картошку. Делаем вот так вот, чтобы масло стекало. И когда масло стечет, мы картошку кладем на нашу плейт. Я все время хочу сказать плейт. Плейт – это по-английски тарелка, блюдо. И заманиваем так всю нашу картошку сюда, к нам, иди сюда, и ты тоже, иди сюда. Так, все, первая порция у нас готова. Закидываем вторую. Смотрите, как это выглядит. По одной штучке. Хоп. Заметьте, сковородка уже очень сильно раскалилась. Я пожарил одну порцию, и на меня ничего не шипит, не отлетает масло, ничего. Потому что я отношусь к сковородке как к любимой женщине. То есть, как это? Смотрите, если мы кинем вот так вот, оно, естественно, блин, все разольется, разошперекинется. А если вы будете вот так вот относиться, вот так вот, вот так вот, то она, сковородка, ответит вам тем же, и маслица. Или будет вас шпарить, ошпарять. Со второй и с третьей порции делаем все то же самое, что и с нашей приготовленной первой. Естественно, соль это не единственная приправа. По вкусу можете добавить перец или паприку. В общем, все, что хотите, добавляйте по вкусу. Сейчас я вам готовлю оригинальную картошку фри, просто соленую. Очень вкусная. Давайте проверим хруст. Хруст определенно есть. Еще одну. Ничем не уступает Бургер Кингу, Макдональдсу и KFC. Хотел еще сказать такую штуку. У меня сковородка очень старая, ей больше 10 лет. И, естественно, к ней отношусь, ну, так. Поэтому я закинул сюда соль и перемешиваю. И соль царапает дно чуть-чуть. Ну, и сковородке как бы уже все равно. Многого навидалось. У вас может быть сковородка антипригарная или с каким-нибудь другим покрытием, которое поцарапается, и вы испортите свою сковородку. Моей сковородке уже ничего не страшно, поэтому она такого не боится. Так что имейте в виду. Ну и все. Вот такая картошка у нас получилась. Давайте я ее попробую сейчас. Сейчас попробую с красным соусом. Слышите, этот хруст? Ммм. Очень вкусно. А теперь попробую с белым соусом. С чесночным. Ммм. Очень вкусно. Сейчас я покажу вам такую классную особенность моей картошки. Берем, например, вот эту. И теперь разламываем ее напополам. Так она у нас с корочкой. Это корочка. И разламываем ее. Внутри, как я и сказал, пюрешка у нас. Видите? Пюре. Ой. Примерно так готовят картошку и в Макдональдсе, и в КФС, и в Бургер Кинге. Хрустит она точно так же. По вкусу она даже лучше и полезнее, между прочим. Вот так вот. Надеюсь, тебе понравилось это видео, и ты обязательно поставишь лайк и подпишешься на мой канал. Относись к сковороде и маслу, как к любимой женщине или к любимому мужчине. И тогда они тебя отблагодарят и не будут шипеть на тебя. Готовь с радостью, готовь с любовью. И увидимся с тобой в следующем видео. Пока!